Дисциплина, честь, ответственность и желание служить Родине. Все это характеризует лицеистов. Здесь в 2019 году на базе Спаска школы были открыты лицейские классы у ФСБ России по Томской области. Будущие защитники Отечества проходят начальную военную подготовку, получают дополнительное образование в рамках программы на страже безопасности и чести, что способствует в получении опыта, который в будущем поможет им поступить на службу. У лицеистов проходит множество мероприятий, на которых присутствуют ветераны органов государственной безопасности. Общаясь с людьми, которые посвятили жизнь служению Отечеству, ребята получают бесценный опыт. Хоть эта программа существует не так давно, но благодаря достижениям учащихся в различных олимпиадах и соревнованиях, она известна среди молодежи и взрослых. Многие лицеисты планируют связать свою дальнейшую судьбу с работой, важной и необходимой для всего народа. Но у каждого из них своя история. В моем детстве было множество примеров доблести и чести. В частности, это моя сестра. Она работает ветеринаром в Федеральной службе исполнения наказания. И с самого юного возраста я твердо решил пойти работать в правоохранительные органы. Я хочу стать щитом, который будет защищать нашу страну, и мечом, который будет защищать ее от агрессии. Я понял, что хочу служить своей родине еще в глубоком детстве. Будучи маленьким, лет 5-6, я принимал участие в различных патриотических соревнованиях. Меня все это притягивало. Мама, когда я подрос, рассказывала мне о том, как я стоял в строю ровно, руки строго по швам, в то время как другие дети баловались и разговаривали. Примерно в средней школе я осознал, что хочу связать свою жизнь с армией. Вариантов, где служить, было множество. Но когда я знал о том, что существуют лицейские классы ФСБ, я задумался о службе в рядах этой структуры. Мысли о том, кем мы хотим стать в жизни, формируются еще в детстве. Мой дедушка 25 лет проработал в МВД и дошел до звания подполковника. А я маленько смотрела на него, как на героя и защитника. Это сподвигло меня на выбор будущей профессии. Именно поэтому я пошла в лицейский класс ФСБ, чтобы получить необходимые навыки и умения. Несмотря на огромную ответственность и другие трудности этой профессии, я сделала свой выбор. И вспоминая дедушку, я буду стараться и двигаться вперед. Русские люди стоят до конца, и страх для них неведом. Мы за родину постоим всегда и сбережем наши семьи. Мы память храним о прошлом. И за победы благодарим. И помнить должны о хорошем. Как предки боролись за мир. Мы нерушимые. Мы сильные. На нас можно положиться. Мы смелые. Мы надежные. Мы бесстрашные. Мы целеустремленные. Мы отважные. Мы непоколебимые. Мы крепость. Сейчас позади меня проходит тренировка по армейскому рукопашному бою. Такие тренировки в лицейских классах проводятся довольно часто. Ребята готовятся к соревнованиям и серьезным выступлениям. Также лицеисты изучают курс криптографии с целью обеспечения личной и общественной информационной безопасности. Мы знаем, как вести себя в просторах всемирной паутины, в социальных сетях и на различных интернет-площадках. Ученики лицейских классов получают дополнительное образование в таких областях, как топография, армейский рукопашный бой, самбо, навыки стрелковой и строевой подготовки и многие другие дисциплины. Также лицеисты на постоянной основе занимаются общим физическим развитием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За этот учебный год мы победили в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зорница», а на региональном этапе заняли третье место в номинации «Строевая подготовка». Команда наших самбистов заняла первое место во всероссийском конкурсе «Мир самбо». Ежегодно мы принимаем участие в муниципальном конкурсе «Россия без коррупции» и занимаем призовые места. Наши товарищи победили во всероссийском конкурсе антинаркотической направленности и пропаганды здоровых образов жизни «Спасем жизнь вместе». Команда нашего спортивного клуба «Олимп» заняла призовое место в муниципальном этапе всероссийских игр спортивной школьной направленности. Мы стали победителями районных соревнований по поле «Атлону». Стали призерами третьего муниципального фестиваля «Помнить, чтобы жить», посвященного Дню Героя России. Мы готовы побеждать дальше! Ежедневно мы готовимся к дальнейшей работе в органах безопасности. И каждый из нас с гордостью может сказать «Я служу своей Родине!» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...